приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я предлагаю поверхностно обсудить горы последних новостей по поводу украины глубокого обсуждения но этот маразм не заслуживает скажем так попробуем увидеть что касается нас глубоко там разбираться кто прав там россия нато ну это настолько маразм что в это я предлагаю даже не лезть новости я думаю понимаете какого порядка какого характера будет не будет там заварушка будет не будет войнушка что россия сказала нато что она сказала россии короче говоря очередной небольшой народ на границах россии мешает россии спокойно жить так было исторически но это как бы посмотрите просто с кем граничила россия все стабильно мешали жить во все времена просто не давали развиваться так вот враги кругом но это ладно сейчас речь не об этом что касается нас друзья хочу вас предостеречь немножко может быть пованговать если в ближайшее время пойдет действительно какая-то эскалация конфликта военная там уже сейчас эскалация происходит скорее такая политическая дипломатическая так вот уже происходит такой выброс пропаганды но если там дойдет до военного противостояния просто изо всех щелей польется пропаганда все вся беда в украине то есть вы даже не представляли вы могли жить где-нибудь там на дальнем востоке и вы не представляли что украина вам может ну технически чем-то помешать вам будут постоянно лить просто терабайт информации дерьма информационного что ты чё не знал что все беды в твоей жизни от украины на самом деле и проистекают вот а то что не знала твоя глупость это может затмить даже пропаганду по поводу новомодного вируса то есть ради такого дела могут даже отодвинуть эту повестку на второй план и просто будут вам в уши лить максимально пропаганду смотрите друзья я понимаю что если человек видит своими глазами слышит по телевизору и выбирает то что слышит по телевизору ну там уже говорить не о чем я видел таких людей очень много то есть они могут смотреть на реальность им будут противоположные говорить по телеку и он будет да надо же вот вот так не то что он видит он больше верит телевизору там говорить не о чем когда цен туда ему дорога так вот это капец не реанимировать но все-таки теоретически понимаете может цеплять я за собой замечал я телевизор уже сто лет не смотрю но если его где-то включают даже в кафешку в какой зайдешь телек работает раз на себя начинаешь уже думаешь блин вот чё ты пялишься что-то там не видел ну и вот просто могут попялился ну посмотри что там там информационный мусор в принципе на каком бы канале он там не работал ну что ты вот постоянно но тем не менее как только впадаешь такой расслабон в торчок скорее раз я не знаю как это достигается но это примерно как какой-то рефлекс на девку в красном вот в короткой мини-юбке то есть ты не будешь с ней мутить но если у тебя в голове хоть что-то есть ты не будешь вообще принципе ты с ней не заговоришь потому что понятно какого плана было бы общение какого плана могли бы быть там прости господи отношения но да вот это вот на уровне коленного рефлекса может сработать ну посмотришь вот тут же слеза вот вот с телевизором примерно то же самое то есть какой какая-то капля пропаганды может долететь так вот что советую друзья помнить все-таки поймите что во-первых вам будут пытаться влить в уши что у вас какие-то есть в украине враги то есть враги которые рядом не знаю какой-нибудь врач который будет вас больного выписывать на работу который будет льготные лекарства там зажимать про него как бы вот ангел в белом халате вы сами понимаете вот какой-нибудь препод который будет там взятки выжимать вот то что в моей жизни по себе говорю с чем я больше сталкивался нет это не враги от соседи вот они живут вокруг вас вокруг нас ну вокруг вас слава богу это не враги а вот там где-то за тысячи километров там-то вражины еще те короче говоря вас даже в некотором смысле будут отвлекать от вашей повестки вы поймите что ваши враги они у вас есть как правило но это не какие-то вооруженные силы других стран вы с ними скорее всего никогда не свидетесь никогда не соприкоснетесь ну по крайней мере по собственному желанию если вы адекватный человек то нет а если не по собственному так тут уже скорее смотреть искать врага в том кто вас туда будет кидать пытаться закинуть а непосредственно не в тех ну как бы кто вас натравливает они в том на кого вас натравливают так вот короче говоря враги то у вас есть но это далеко не те кого будут показывать пальцем что смотри по телевизору вот этот момент дальше все-таки не забывайте решение своих проблем потому что пропаганда даже если вы на нее отвлекаетесь информационно то что вы не верите в нее вы там не ведетесь вы просто слушаете это и даже если вы будете там нет нет все дерьмо она еще чем чревато она отвлекает от своих насущных проблем от развития от богопознания от путешествия тоже иммиграции от чего угодно то есть от ваших реальных проблем вам будут показывать проблемы которые для вас не проблема для вас это не существующие вообще материал но это будет отвлекать вас от своих проблем которые действительно стоит решать вот этого берегитесь потому что земная жизнь она одна и просто тратить свое внимание рефлексию на какую-то билиберду полнейшую на какие-то там чужие игры в солдатиков но это бред выше статейный бред просто вот поэтому я думаю что теоретически возможно сейчас да потому что одно дело сейчас происходит какая-то политическая перетасовка и льется грязь определенная а другое дело понимаете политическая тусня она происходит в ограниченном круге лиц и поэтому сейчас глупо говорить что там вся украина плохая это тоже будет говориться но тем не менее глупо говорит что она вся плохая потому что в политике в дипломатии основная масса людей не участвуют если же россия еще и выгребет в этом конфликте если начнется конфликт и скажем так он будет не молниеносной войнушки для россии это же уже участие большого количества людей там каких-то контрактников там украинских может быть их там нетов неважно но тут уже будет агрессия обращена и пропаганда не на руководящие не на руководящих лица собственно на народ на весь короче говоря будет очень много пропаганды по факту по факту что такое украина друзья я бы советовал к ней присмотреться для многих комрадов мужского движения для тех кто в матриархальных долгах как в шилках назовем это так кого там уже алиментами поставили фактически на уровень рабства да выскочить не так просто потому что скорее всего вас закрыт этот самый выезд но тем не менее мало ли может быть у кого-то получится чем для мужского движения может быть хороша украина как вариант подумайте просто над этой мыслью если вам еще мозги не прополоскали что на были в россии лучше дело не в том где лучше где хуже я говорю что постсоветское пространство оно плюс-минус одинаковое дело не в том где лучше где хуже а в том откуда вас с меньшей вероятностью выдадут вас могли загнать уже в такое положение в россии что либо там матриархальными долгами вы обросли либо опять же мы видим как развиваются события вы можете где-то лайкнуть можете где-то анекдот рассказать или тем более опубликовать можете высказать свое мнение случайно с просонки не подумали и высказали свое мнение да еще и анекдотом сдобрили и вам нужна будет страна которая вас не выдаст допустим беларусь сейчас уже для этого не годится ну вот и за анекдот вас там половина спецслужб беларуси будет ловить и выдаст соответственно в россию вот а украина в этом плане то есть плохие отношения с какой-то страной пусть это будет не знаю там какая-нибудь французская полинезия неважно с какой страной в россии будут плохие отношения это повышает шансы что эта страна вас не выдаст и соответственно для вас она становится более менее такой интересный по крайней мере это то место куда можно после неудачно рассказанного анекдота из россии там ноги делать вот поэтому тут тоже стоит подумать над этим не ведитесь на пропаганду не тратьте на это время жизни а так в принципе присмотритесь для многих камрадов мужском движении скажем так для людей которые не шли по течению многие из которых не шли по течению присмотритесь